Дополнительное вступительное испытание в Московском государственном университете. Разберем задачи, которые предлагались на ДВИ в МГУ в этом году. Задача номер один. Какое число больше? Корень квадратный 6 седьмых плюс 7 плюс 7 шестых под корнем или число 3? Для начала запишем между этими двумя числами знак сравнения в виде такой птички. То есть переписываю первое число 6 седьмых плюс 7 плюс 7 шестых. И вот мы пока не знаем, какое число больше, запишем между ними вот такую птичку, знак сравнения. То есть мы пока не знаем, куда повернется эта птичка. Станет ли она знаком больше, станет ли она знаком меньше или превратится в равенство. То есть пока мы этого не знаем. Вот сейчас с помощью равносильных переходов мы попытаемся это узнать. Для начала вспомним, что если обе части неравенства неотрицательные числа, то при возведении обеих частей неравенства в квадрат мы получим равносильное неравенство. Так как в нашем случае обе части неравенства неотрицательные числа, то мы можем возвести обе части неравенства в квадрат. При этом мы получим равносильное неравенство. Возводим левую часть в квадрате. У нас получится подкоренное выражение, уже без корня. То есть получится 6 седьмых плюс 7 плюс 7 шестых. Знак вот этого сравнения пока перепишем. И правую часть возводим в квадрат. Будет 9. Теперь можно от обеих части неравенства число 7 вычесть. Вычитаем из левой части неравенства число 7. Остается 6 седьмых плюс 7 шестых. И вычитаем от числа 9 7. Получается 2. Дальше можно продолжать по-разному. Можно число 6 седьмых представить как 1 минус 1 седьмая. А число 7 шестых можно представить как 1 плюс 1 шестая. Потом число 2 вычесть из обеих частей неравенства. И сравнивать потом в конечном итоге дроби. 1 седьмую и 1 шестую придется. А можно по-другому. Можно привести к общему знаменателю левую часть. Приводим. Выберем вот этот второй способ. Он наиболее понятен. Приводим к общему знаменателю. 6 у 7 42. Значит общий знаменатель будет 42. Домножаем числитель первой дроби на 6. Домножаем числитель второй дроби на 7. У нас получается 36 плюс 49. И сравниваем мы с числом 2. Теперь можно умножить обе части неравенства на положительное число 42. От этого знак неравенства не поменяется. Умножаем на 42. Тогда у нас в левой части остается числитель только 36 плюс 49. Кстати можно уже было сложить. Ну ладно уже на следующем этапе. И мы сравниваем это с числом 2 умножить на 42. А это у нас будет 84. То есть у нас получается 84. Складываем в левой части. Получаем 85. А в правой части мы получаем 84. И сразу запишем знак. То есть птичка стала знаком больше. То есть левая часть оказалась больше правой. А это значит вот этот корень оказался больше числа 3. Почему? Потому что мы везде осуществляли равносильные переходы. Таким образом первое число больше. Пишем ответ. Ответ. Можно прям словами записать. То есть первое число больше. Первое число больше. Вот такой ответ мы можем записать в первой задаче. Далее. Я предлагаю вам дома потренироваться и решить 3 аналогичных задачи из 3 других вариантов. Которые также предлагались на DWM в этом году. Вот они эти задачи. Ну а мы продолжаем и приступаем к задаче номер 2. Задание номер 2. Известно что А плюс Б плюс С равно 5. АБ плюс БЦ плюс АЦ равно 4. Найдите А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. Для решения этой задачи нам понадобится формула квадрата суммы трех чисел. Я сейчас ее напомню, но даже если кто-то ее не знает или не помнит, мы сейчас ее выведем. Она очень быстро выводится в течение буквально одной минуты. Итак, формула такая. А плюс Б плюс С и все это в квадрате будет равна. Квадрату каждого, сумме квадратов каждого из чисел. То есть у нас получается А квадрат плюс Б квадрат плюс С квадрат. И плюс удвоенное произведение каждого из них. То есть А на Б плюс 2Б на С и плюс 2А на С. Кто-то если вдруг не знает эту формулу, давайте мы ее сейчас быстро выведем. Как ее вывести? Для того, чтобы ее вывести, мы левую часть перепишем А плюс Б плюс С в квадрате. И попробуем найти это через квадрат суммы двух чисел. Для этого вот в этой скобке мы представим сумму трех чисел как сумму двух чисел. То есть вот эти два числа А плюс Б мы представим как одно число, да плюс еще число С и все это в квадрате. То есть на самом деле у нас переполучилась сумма двух чисел. Вот это первое число, а это второе число. Но квадрат суммы двух чисел мы знаем. У нас получается квадрат первого числа, то есть А плюс Б в квадрате, это первое число в квадрате. Плюс удвоенное произведение первого числа на второе. А плюс Б умножить на С и плюс квадрат второго. Раскрываем скобки Тогда у нас получается Квадрат первого плюс 2AB Плюс B квадрат Плюс 2AC Плюс 2BC И плюс C квадрат И вот сейчас если вы проверите То что у нас получилось И то что вот здесь мы записали У нас получится одно и то же Это значит формула доказана А значит мы ее имеем право сейчас применить Что нам нужно? Нам нужно найти сумму квадратов чисел Вот в этой формуле эта сумма квадратов чисел есть Вот она Давайте сейчас вот эту сумму квадратов Из этой формулы выпишем отдельно То есть у нас тогда получится Отдельно выписываю А квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат Будет равно Надо от квадрата суммы Этих трех чисел А плюс B плюс C в квадрате Вычесть Вот эти все три числа Я их перенесу в левую часть Со знаком минус То есть я перенесу в другую сторону Их со знаком минус И можно сразу для удобства Вынести минус 2 за скобки Тогда у нас получается Во-первых, каждая из них будет с минусом И минус 2 за скобки я выношу Тогда у нас в скобках будет А, B плюс B, C и плюс А, C Теперь остается только подставить то, что нам дано То есть и так Окончательно получаем А квадрат плюс B квадрат плюс C квадрат Равно вместо А плюс B плюс C Мы должны подставить число 5 То есть в итоге у нас получается 5 квадрат Минус 2 умножить на сумму А, B плюс B, C плюс А, C Это нам дано Это равно 4 Значит вместо этой суммы Подставляем 4 В результате у нас получается 25 Минус 8 17 Значит в ответ мы пишем число 17 Ответ 17 Также предлагаю вам Три похожих задачи Которые решаются аналогично С использованием вот этой формулы Квадрата суммы трех чисел Вот они эти задачи Ну а мы приступаем к задаче номер 3 Задание номер 3 Решите уравнение Синус 7х плюс синус 6х Равно синусу 7х Для решения этой задачи Заметим, что у нас аргументы разные А это значит нам необходимо Сейчас все перенести в будущем В одну сторону Разложить на множители Для того, чтобы решать Обычное треонетическое уравнение Поэтому нам понадобится Знание формулы суммы синусов Суммы синусов Ну по крайней мере пока что Для начала нам нужна будет формула Суммы синусов Эти все формулы Если кто-то не знает Они легко выводятся Буквально там в течение Одной-двух минут Это все есть у меня на канале Если хотите можете найти Вот вывод этих всех формул Сумма синусов Разность синусов Сумма косинусов Разность косинусов Все выводы эти есть Уже были записаны ранее Итак, ну а мы будем использовать Готовую формулу суммы синусов Напомню, что сумма синусов Это 2 синус полусумы На косинус полуразности Вот этих аргументов Поэтому сразу применяем формулу В левой части Сумма синусов Значит это будет тогда у нас 2 синус 2 синус полусумы этих чисел Это значит 7х плюс 6х Разделить на 2 Умножить на косинус полуразности Косинус 7х минус 6х Разделить на 2 В правой части Да, давайте тоже сразу перенесем Синус х в левую часть Для того, чтобы попробовать Разложить на множители потом То есть минус синус х Равно 0 Что в итоге у нас получается 2 умножить на синус 7х плюс 6х Это 13х Значит получается 13х пополам Умножить на косинус 7х минус Так, там будет х пополам остается И минус синус х Так как наша задача Левую часть разложить на множители Нам нужно попробовать синус х Тоже каким-то образом Представить Либо через 13х на 2 Либо через половинный аргумент Понятно, что через половинный аргумент Мы можем это легко сделать То есть представим синус х Как синус Двойного половинного аргумента То есть вот Х можно представить Как 2 На х пополам То есть у нас получается Двойной половинный угол То есть 2х пополам Ну а синус двойного угла Это 2 синус х пополам На косинус х пополам А это значит, что вместо синуса х Мы можем записать По формуле двойного угла Это 2 синус х пополам На косинус х пополам Равно 0 Выносим общий множитель За скобку Тогда нам надо будет вынести 2 косинус х пополам 2 косинус х пополам Выносим В скобках у нас остается От первого слагаемого Синус 13х разделить на 2 И от второго у нас получается Синус х пополам Равно 0 А далее нам нужно применить Для того, чтобы разложить Вот эту разность на множители А нам нужно еще раз применить Формулу Но только теперь уже Разность синуса в двух угол Тогда в результате Первый со множителя я переписываю 2 косинус х пополам А разность синусов двух углов Равна 2 синус полуразности На косинус полусумы Это значит у нас получается 2 синус полуразности Будем считать Это отдельно посчитаем Полуразность Это будет у нас 13х пополам Минус х пополам Да еще на 2 поделить 13х пополам Минус х пополам Получается 12х пополам То есть 6х На 2 сократили И 6х мы делим на 2, получаем 3х. Таким образом у нас получается 2 sin 3х. И умножить на косинус полусумы. Находим косинус полусумы. Складываем 13х пополам плюс х пополам. Это будет 14х пополам. То есть 7х и делим пополам. То есть получается умножить на косинус 7х пополам. И все это равно 0. Произведение в данном случае 3х со множителей равно 0 тогда и только тогда, когда хотя бы один из них равен 0. То есть запишем совокупность. Или первый со множителем, двойку не берем, она 0 не равна. Получается или косинус х пополам равен 0, или синус 3х равен 0, или косинус 7х пополам равен 0. Косинус х пополам равен 0, когда аргумент х пополам будет равен π на 2 плюс πn. π на 2 плюс πn. Где n целое число. Принадлежит множеству целых чисел. 3х, то есть синус 3х равен 0, когда аргумент, то есть 3х равен πn. n принадлежит здесь. Здесь букву не обязательно ставить. Некоторые спрашивают, надо ли здесь букву k ставить. Или можно оставить n. В данном случае, так как это совокупность, это значит корни друг на друга не влияют. Или первый корень мы можем брать, или второй. Они друг от друга не влияют, не зависят друг от друга. То мы можем эту букву сохранить. Ту же самую. Потому что корни не зависят друг от друга. Поэтому оставляем n. πn. n принадлежит множеству целых чисел. И косинус 7х пополам равен 0, когда 7х пополам равно π на 2. То есть когда аргумент. Косинус какого-то аргумента равен 0, когда этот аргумент равен π на 2 плюс πn. Плюс πn. n принадлежит множеству целых чисел. Если кто-то забыл эти формулы, посмотрите видео урок, который называется Решение тригонометических уравнений у меня на канале. Там все подробно, с выводами. Вот эти все формулы есть. Итак, продолжаем. Что тогда у нас в результате получается? От первого умножаем обе части первого равенства на 2. Получаем x равен, то есть обе части первого умножаем на 2. x равен π плюс 2πn. 2πn. n принадлежит z. Множеству целых чисел. Следующее решение. x равен умножаем, делим обе части на 3. Получаем x равен πn разделить на 3. n принадлежит множеству целых чисел. И умножаем обе части третьего уравнения, третьего равенства на 2 седьмых. Тогда у нас получается π на 7. 2 на 2 сократили. π на 7 будет. И плюс 2πn разделить на 7. n целое число. И теперь можно заметить, что вот эти корни πn на 3 включают в себя корни, которые соответствуют первому равенству. Ну действительно, если n, предположим, равно 3, то у нас получится π. А этот корень будет при n равном 0. Ну и так далее. То есть при различных значениях n можно получать корни типа 1. Это можно увидеть, если вы эти корни покажете на числовой окружности. То есть на тригонометрическом круге. Можно это будет увидеть. То есть при определенных значениях числа n мы будем получать корни вот этого первого типа. Таким образом, вот эти корни мы можем написать, потому что они включены вот в такого типа корни. А это значит, нам нужно в ответ записать объединение вот этих корней. Обычно пишут через запятую эти корни. Давайте запишем ответ. То есть пишем ответ. И у нас получается π на 3. И π разделить на 7. Да, можно давайте в компактном виде. Давайте приведем к общему знаменателю. В компактном виде можно записать, наверное. Да, можно в компактном виде записать. Приведем к общему знаменателю. Тогда у нас получится в знаменателе 7. А в числителе π за скобки вынесем. Тогда получится 2n плюс 1. 2n плюс 1. Где n принадлежит множеству целых чисел. Задача решена. Предлагаю еще три аналогичных задачи на дом. Вот они. Ну а на сегодня это все. Все остальные задачи из ДВИ в МГУ мы разберем на одном из следующих уроков. Кому уроки помогают не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.